В Курганской области потратят миллионы рублей на то, чтобы зауральцам стало комфортнее жить в своих городах и поселках. Деньги на это преображение выделяются в рамках государственной программы формирования комфортной городской среды. Первые результаты не заставили себя долго ждать. Первопроходцем в области стал Лебяжевский район. Там работы по благоустройству идут полным ходом. В настоящее время у нас ведутся работы по благоустройству мест общего пользования, которым общественной комиссией было признано социально-культурный центр. Вообще, для реализации этой программы Лебяжевскому району было выделено федеральных и областных средств на сумму 2 миллиона 103 тысячи рублей. Кроме того, в программе местный дом культуры также было выделено 3 миллиона 700 тысяч рублей. Они пошли на текущий ремонт социально-культурного центра поселка Лебяжье. Всего в рамках этой программы на капитальный ремонт зауральских домов культуры, центров народного творчества, а также школ искусств направят более 35 миллионов рублей. Социально-культурный центр, как я уже говорил, он у нас сдан в эксплуатацию в 1970 году. И за все время такого, конечно, он еще у нас и не видывал. Были небольшие косметические ремонты, но такого текущего ремонта не было никогда. И планируется частичная замена полов, штукатуривание стен, потолков. Но я думаю, что когда все работы будут произведены, Лебяжицы довольно-таки будут приятно удивлены. Всего за Урале на реализацию проекта будет потрачено более 190 миллионов рублей. Из них 173 миллиона выделяется из федерального бюджета, 15 миллионов из областного, 1,8 миллиона из муниципальных. Эти деньги потратят на благоустройство парка Победы в селе Альменио, центрального городского парка, в Петухово благоустройство детских спортивно-игровых площадок и скверов воинской славы в городе Шадринске, благоустройство торговой площади в селе Звериноголовское и многое другое. Во всех муниципальных образованиях области жители подавали заявки на благоустройство своих дворов, вносили предложения по благоустройству общественных пространств. По результатам общественных обсуждений в муниципальные программы благоустройства на 2017 год включены 133 дворовые территории и 41 общественная территория. Среди предложений в зауральцев по дополнительному благоустройству дорог территорий большое количество голосов отдано за строительство и реконструкцию детских и спортивных площадок. Автомобильные парковки планируют обустроить в 48 дворах, а зеленить – 32. Также в число пожеланий вошли создание 11 площадок для сушки белья, возведение ограждений в 8 дворов и 6 пандусов для маломобильных граждан. Жители 4 дворов хотели бы проложить ливневую канализацию. Отметим, что в Кургане в рамках этой программы появится собственный скейт-парт, а также множество общественных мест обретут новый вид. В частности, к завершению подходят работы на привокзальной площади. Курганцы отмечают, что в городе становится приятнее жить. Красота города – это постепенная задача. Мне нравится, что начали заниматься этим делом. Хотелось бы, чтобы это было повсеместно, так скажем. И дворы, и центральные улицы, и окраины захватили обязательно. Городская среда, в первую очередь, конечно, идея хорошая. Полезно на площади Мафея-Немежина устроить очень хорошее место, где люди прямо с выхода с центрального вокзала будут смотреть на площадь и видеть, какой у нас город. Екатерина Юшина, Василий Сысуев, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.